Здравствуйте, коллеги! Рядом со мной бизнес-тренер. Тренер, который зажигает, Алексей Осипенко. Здравствуйте, Алексей! Добрый день! Расскажите, пожалуйста, о вашей работе. Как вы зажигаете? Как вы помогаете людям продавать? Да, я тренер по продажам и по управлению. То есть я решаю некие две задачи. И очевидно, что вся эта выставка ради продаж. И одно дело вложить деньги в стенд и пытаться найти клиентов здесь. Но есть куча технологий, которые помогают находить клиентов и без затрат на стенды, на выставки и на все эти мероприятия. И это активные продажи и другие виды продаж. Вот этим всем я занимаюсь и помогаю компаниям. Скорее всего, действующих алгоритмов в нашем коротком интервью мы от вас не получим, потому что, скорее всего, это эксклюзив. Но буквально, может быть, какой-то совет, наверное, для того, чтобы все поняли, что к вам стоит обратиться. Ну, совет я сформулирую ближе к концу нашей беседы. Ну, просто не так легко один совет найти. Я 15 лет занимаюсь своей работой и я помог уже сотням компаний из нашего сектора. Здесь с выставки русская рыбная, ультрафиш, кофе-либо, майский чай. Ну, и там сотни компаний, с кем я имел честь поработать, потому что, конечно, это монстра. И сказать, что имеется в виду огромные корпорации, сказать, что я кого-то обогатил, ну, это сложно сказать. Да, но я участвовал в развитии многих процессов. Я, скорее бы, знаете, как я сказал, не совет, а проблемы, которые мешают большинству компаний эффективно продавать. И поэтому нужно вкладывать деньги, в частности, в выставку. Ну, возьмем так, производитель. У производителя есть отдел продаж, у них есть оптовые продажи, есть такие счастливчики, у которых сами все покупают. Они говорят, нам ничего не надо. Окей, мы не про них. А те люди, которые уже чувствуют конкуренцию, у них есть там региональные представители. В чем проблема, или в чем боль? Региональный представитель, он не всегда воспринимает себя, как активного продажника. Он такой, скорее, ну, как бы главный за территорией. А вот активно продавать, многие перегорели, многим тяжело, ситуация сложная. И вот должен кто-то их поднять, кто-то должен их восстановить, кто-то должен их вдохновить, дать им новые свежие технологии, если они все еще в активной фазе, но у них есть конкуренты. Вот этим я занимаюсь. Вот главный вопрос, мне интересно услышали. Вы сказали, есть технологии продажи. Раньше считалось, что если человек может что-то продать, это какой-то дар свыше. И, в принципе, научиться этому невозможно. Но настал 21 век, и появились вы, Алексей, и рассказываете, что, в принципе, это технология. И, скорее всего, этому может научиться, наверное, любой или нет? Ну, давай так, это технология. Вот любой или нет, тут вопрос, потому что тип личности некоторых все равно будет препятствовать нормальному процессу продаж. Или, скажем так, тип личности, или слабое эго, что мешает реально быть активным. Как я говорю в тренингах, ребята, мы, продавцы, самые сильные психологические люди. Почему? Потому что нас чаще всех посылают. И, как бы, никому не платят за то, чтобы его послали, кроме продавцу. И не все на это готовы. И даже действующие продавцы стараются избежать этого факта, что меня пошлют. И поэтому вот это восстановление этой активной позиции продавца, это вот, ну, как, одна из ценностей моего обучения. Вторая ценность, и она пришла, скажем так, от запроса клиента. Однажды мне сказали, Алексей, нам не нужны новые клиенты. У нас достаточно нашей базы. Но нам нужно лучше продавать по нашей базе. Вот что нам делать, чтобы мы в рамках уже существующей базы увеличились. И тут тоже есть набор технологий. Я называю это точка входа к зонам роста. То есть надо уметь углублять отношения с базовым клиентом, находить боли, которые связаны у него с другими поставщиками, и заменять свое предложение на их предложение. И это, как бы, все выстроено, ну, в определенные шаги. Я называю это, если активные продажи, я называю продажи путь охотника, программа, то это продажи путь фермера. Ну, как вот окучивать свою территорию, чтобы она приносила больше дохода. И есть еще одна проблема, которая мешает, потому что, как мы понимаем, да, что эффективность бизнеса зависит от эффективности продаж, а эффективность продавцов от руководителей. Ну, вот, и не для всех это очевидно. И вот здесь всплыла, ну, за годы работы другая проблема, что иногда руководители отделов продаж, давайте сейчас о них, не до конца понимают, чем им нужно заниматься, какая их роль в жизни продавца. Ну, типа, поставить цели, как бы, ну, спросить, что сделал, ну, не знаю, проконтролировать. Но это все так, как бы, это все не... Потому что, если говорить так, ну, пафосно, да, то функция ропа сделать продавца сверхэффективным. То есть сделать что-то такое с ним, чтобы вот этот простой парень или девушка, они вот сами по себе работали бы, там, ну, на 50 тысяч рублей, а под воздействием правильного ропа они работают на 100 тысяч рублей. То есть сверхэффективность на 50 тысяч рублей. Вот это функция ропа. И что с этим делать, тоже непонятно. И отсюда, ну, как бы, есть другая, как бы, ветка обучения, да, это вот как сделать команду сверхэффективным или совершенно свежий продукт наставничества в работе руководителя. Как незаметно, практически, да, там, не погружаясь в какой-то сложный учебный процесс, точечно воздействовать на людей вокруг, чтобы их эффективность росла. Ну, скажем так, вот как бы в рамках этих проблем и задач я работаю, развиваюсь и реализуюсь. Звучит как магия, звучит как панацея и звучит как абсолютно прибыльное занятие, которое сулит огромную маржинальность из главной КПД. Да, огромное. Ну, если про результаты, да, конечно, большую компанию сложно посчитать, сколько она прирастает, но маленькие компании, у меня есть просто отзывы клиентов, в 4 раза после тренинга результаты конкретных людей увеличились. И, ну, то есть увеличиться на 30%, просто нормально поработав с отделом продаж, это, ну, как это обычное дело, потому что по факту каждый из нас, я тоже продавец, ну, и даже сейчас, и всегда, да, не дорабатывает как продавец. И вот если кто-то, ну, посмотрит, подскажет, направит, пнет лишний раз, а если еще и научит делать монетизацию, работать там по спину, правильно задавать вопросы клиентам, устанавливать контакт, правильно закрывать сделки и там обрабатывать возражения, то это вообще клондай. То есть там в каждом этой фразе, которую я сказал, там прямо сейчас, там миллионы в оборот можно вернуть, просто добавив немножко в отношения, немножко в работу с потребностью, немножко в презентацию, в возражения, вернуть отвалившихся, закрыть некоторые сделки. Как называется, это был прогрев абсолютно холодного клиента, который только с вами познакомился, но я уже готов купить этот курс, я не знаю, чем он нужен, но я понимаю, что я необходима, просто моя жизненная позиция необходима вот срочно в вашей руки. Поэтому надеюсь, что зрителям нашего канала тоже срочно захотелось найти вас, можно сказать, ваши контакты, сайт для того, чтобы срочно найти вас и прийти на тренинг. Самое простое, Алексей Осипенко в Яндексе и сразу в сайт, ну там 500 видео на Ютюбе, ну вы сразу найдете мой сайт, напишите мне через сайт, там есть мой телефон, нет смысла его диктовать, ну он будет, наверное, сейчас будет где-то на экране, да, но главное Алексей Осипенко. И ну что, если вы руководитель вашей компании, просто постучитесь, и я сделаю вам серию интересных подарков в виде каких-то готовых учебных там решений, и я приглашаю вас на личную консультацию, где мы поразговариваем в Zoom, поищем зоны роста, ну а дальше там, если вам понравится, расскажу, как работать вдолгую и эффективно. Спасибо большое. Да, спасибо вам.